Давайте посмотрим на решение 30x контакт-центр, что в него входит. Многоканальный контакт-центр 30x предоставляет клиентам гибкость в выборе метода связи, наиболее отвечающие их потребностям. Основные компоненты любого контакт-центра – это панель колл-центра оператора, это очереди вызовов, потоки вызовов, голосовые приложения, обучение мониторинга агентов и живой чат. Давайте рассмотрим каждую функцию подробнее. Итак, панель колл-центра и оператора. Wallboard. Что она позволяет? Позволяет супервизорам колл-центра отслеживать эффективность своей команды. По ключевым показателям эффективности устанавливает соглашение о уровне обслуживания. Он получает текущее состояние вызова на основе статистики в реальном времени. Если вы являетесь участником одной очереди, вы увидите статистику этой очереди. Если вы являетесь участником нескольких очередей, все статистические данные будут добавлены вместе. Что включает в себя статистика? Первое – это ожидание звонков. Сколько звонков сейчас находится на ожидании? Среднее время разговора. То есть общее среднее время разговора для всех обслуживаемых вызовов. Количество отмеченных вызовов. Количество оставленных, неотвеченных вызовов. Здесь вы видите количество операторов, занятых в данный момент ответом на вызовы. Общее количество вызовов. Отвеченные, неотвеченные все вместе. Обратные вызовы. Количество запрошенных обратных вызовов от клиентов. Менеджеры очередей также могут настроить панель колл-центра своей команды с именем и мотивационным сообщением. Это можно легко изменять в веб-клиенте. Если вы загуглите 30x в Word, то увидите, что у нас есть несколько видеоуроков по панелям колл-центра, которые могут быть для вас полезны. Я хочу дополнить. Да, пожалуйста. Здесь, в этой консоли, в этой панели эта статистика обычно считается с 12 часов ночи. Но в настройках 30x, в настройках очереди можно определить, с какого момента, например, будет считаться количество отвеченных или неотвеченных разговоров. То есть время берется не за конкретные сутки или там за конкретное, допустим, с 9 утра можно выставить, чтобы вы понимали, например, сколько с 9 утра у вас пропущенных, а не вообще за какой-то непонятный период. Да, можно продолжать. Да, спасибо. Если у вас возникают вопросы, смело пишите, да, или какие-то комментарии. Следующее распределение стратегии вызовов. 3CX агенты имеют возможность входить и выходить из очереди вызовов. Или выход в систему можно автоматизировать в соответствии с их сменами и временем перерыва. Как только они попадают в очередь, вызовы распределяются между агентами по мере их доступности в соответствии с настроенными стратегиями. 3CX предлагает 13 стратегий распределения вызовов. В том числе вызов всех. То есть звонок попадает на всех операторов, и первый, кто ответит, будет общаться с клиентом. Следующий вызов по приоритету. Вызов попадает на первого доступного агента в списке и двигается вниз по списку, пока один из агентов не ответит на вызов. Вызов первых трех попадает на первых трех доступных агентов в списке. Циклический вызов запоминает, какой агент ответил на последний звонок. При следующем звонке начнет распределение на следующего агента в списке. То есть это предотвратит перегрузку первого агента в списке звонками. Вызов по квалификации – это маршрутизация на основе навыков агента. Это является корпоративной функцией. Окей, я вижу вопрос и уже сразу же ответ. Да, я дополню, что корпоративная функция – это означает, что эта функция доступна в редакции Enterprise. Enterprise, да. Да. А по поводу автоматического подключения и отключения можно настроить даже так, что по неактивности клавиатуры, если оператор не касается клавиатуры, в установленное время его автоматически отключают от очереди. Например, человек отошел в туалет и забыл, куда он ходил. И чтобы на него просто не падали звонки, можно его автоматически выводить. Это настраивается в веб-клиенте или в клиенте 30x для Windows. Спасибо. Голосовые приложения CoolFlow Designer – это обширная тема. Мы ее немножко коснемся. Это эффективное планирование того, как будут обрабатываться входящие вызовы. CallFlow Designer – загружаемое приложение, которое позволит вам создавать собственные потоки для ваших клиентов. Чтобы научиться пользоваться, потребуется несколько часов, но после этого вы сможете легко создавать сложные потоки вызовов и голосовые приложения. Несколько примеров потоков вызовов, которые вы можете создать. Это планировщик обратного вызова, то есть вызывающий абонент, не хочет ждать в очереди, вы можете включить функцию обратного вызова от звона. Внедрить шлюз голосовых платежей, то есть агенты колл-центра могут принимать соответствующие платежи по телефону. Автоматический исходящий номеронабиратель для исходящих колл-центров и телефонные опросы. Игорь, можете что-то добавить? Да, я могу добавить. Это приложение, которое устанавливается на Windows на компьютер разработчика. Дальше оно работает и выглядит примерно как Microsoft Visual, если кто видел. Вы из различных компонентов, тут их список виден слева, как бы собираете, натаскиваете модули приложения и устанавливаете их свойства. Список компонентов можно посмотреть в документации. И на выходе генерируется код на языке C-Sharp, который также потом можно даже подредактировать вручную. Дальше приложение как бы компилируется и автоматически загружается на сервер 30x, который может работать как на Linux, так и на Windows. И это приложение, оно устанавливается как добавочный номер. То есть его можно подвязать под внутренний номер. И когда на этот номер поступает звонок, допустим, номер 235, то это приложение запускается. Ну, можно также подвязать под очередь, под исходящее правило. Есть разные варианты его подключения к 30x, но в основном это рассчитано на сложную обработку входящих вызовов с подключением внешних баз данных, веб-сайтов, каких-то REST-обмена и так далее. Вот. Интересная тема. Основное преимущество в том, что не требуется очень высокая квалификация разработчика, но понятие о программировании, конечно, иметь нужно. И на освоение какое-то время потребуется. Небольшое. И самое главное, что это приложение другой человек может быстро открыть, увидеть его структуру, поменять. В принципе, если приложение грамотно составлено, собрано, скажем так, то даже человек с минимальными навыками может поменять какой-то голосовой файл, переставить блоки этого приложения и так далее. То есть он просто заходит и, да, вот тут, так, нет, тут указатель. И вот эти блоки может перетаскивать местами, в зависимости, меняя логику без привлечения разработчика повторной. Да, можно продолжать. Хорошо, спасибо. А, кто-нибудь помнит эту серию друзей? Фиби устраивается на работу в колл-центр по продаже тонера. И ее первый вопрос, а что такое тонер? Да, так вот, если бы у нее были под рукой наши функции 30x, эту ситуацию можно было бы избежать. В наших лицензиях Professional и Enterprise есть функции прослушивания, шепота и вмешательства. Я говорила уже об этих функциях немножко на предыдущих вебинарах, но повторюсь. Что такое прослушивание? Оно позволяет супервизорам прослушать вызов агентов без обнаружения себя или наоборот. И может быть полезно для последующего фидбэка, коучинга. Шепот. Шепот может использоваться супервизорами для подачи подсказок новым императорам. При этом другой вызывающий абонент не может их слышать. Вмешательство может использоваться для вклинивания в происходящий разговор. То есть если супервизор понимает, что разговор идет под откос, он может быстренько присоединиться и спасти ситуацию. Лайфчат. В настоящее время потребители ищут разные способы связаться с поставщиками услуг, которые будут удобны для них. Q3CX лайфчат. Это наша функция, которая позволяет посетителям веб-сайтов общаться с агентами в режиме реального времени. У чата есть ряд преимуществ. Он удобен, быстр и бесплатен для ваших клиентов. То есть нет платы за звонки. Он доступен во всех пакетах лицензии 3CX. Уникальность нашего живого чата заключается в том, что вы можете начать общаться, а затем перейти к разговору с тем же агентом. Это особенно полезно, если вам нужно что-то уточнить или объяснить сложный вопрос службы поддержки. Вы подключаетесь к агенту напрямую, а не в очереди звонков, поэтому вам не нужно будет повторяться. Да, я тут дополню. Давайте. Да, фактически живой чат – это, как я его называю в документации, коммуникационный модуль для вашего сайта. Это всплывающее окошко. Оно может быть свернуто в виде шарика или в виде такой полоски, так сказать, панельки. Дальше, когда посетитель заходит на сайт, в принципе, оператор уже это видит. И дальше он может сам ему задать вопрос. Очень похоже на распространенную функцию в различных сторонних системах наподобие… Сейчас в голову забыл название. Короче говоря, системы чата и захвата посетителей сайта. Так вот, 30x это реализовало своими силами, причем можно чаты выставлять в очереди. То есть при сообщении от пользователя, то есть от посетителя, его получает целая группа операторов. И дальше оно, в зависимости от того, как оператор свободен или нет, он может его принять или передать другому оператору. И также тот же посетитель может тут же во время разговора нажать кнопку вызова и продолжить, ну, при условии, что у посетителя сайта есть гарнитура, продолжить голосом. А также видео. Очень востребовано на, допустим, сайтах клиник, где там пациент может даже что-то показать. Или в случае каких-то сервисных интернет-магазинах, которые продают товар и работают с браками, с отказами. Короче, плюс вам не нужно тратиться на дополнительную платную систему чата для сайта. Все интегрировано фактически в бесплатной версии 30x. То есть это модуль для WordPress или генерируемый JavaScript код, который разработчик сайта просто подключает на нужную страницу вашего сайта. Все. Да, JavaScript, да, да. По поводу, по-моему, подсвета хотящего посетителя, надо посмотреть, кажется, там какие-то расширения и дополнения в каждом сервис-паке появляются. И что-то такое было анонсировано, что будет уведомление о посетителях тоже. Ну, на каком уровне, надо просто посмотреть. Оно меняется, буквально с каждым сервис-паком добавляется какая-то небольшая функция в этом живом чате. Да, JavaScript. Ну, да, следующее добавление у нас где-то в октябре планируется. Вот сейчас будет, немножко забегу вперед, интеграция с Facebook мессенджером. Да. Да, так что он очень активно развивается, да. Тем более, 30X купила известную компанию разработчика такого живого чата для WordPress. И сейчас там идет такая взаимная интеграция этих решений. Да. Окей. Спасибо, Игорь. Поговорим про интеграции. 30X – это открытые стандарты. То есть вы можете подключить практически любой комплект, который вам нравится. Он будет работать, если вы сами сможете поддерживать интеграцию. То же самое касается CRM, PMS-систем. Оба являются важными инструментами для центров обработки вызовов, занимающихся продажами, бронированием, поддержкой. Когда в IVR ваших клиентов поступает звонок, они захотят, чтобы у них всегда была информация доступна автоматически, необходимая для их работы. Подключение 30X к CRM позволит это сделать. 30X предлагает несколько вариантов. Первый – использовать одну из наших поддерживаемых систем и подключиться через наше руководство PNP к ведущим системам PMS и CRM. Второй – использовать наш генератор шаблонов CRM и подключение API-интерфейсов к 30X. Он доступен со всеми лицензиями Pro Enterprise, требует только базовых знаний программирования. Ну и если у вас есть разработчики, вы также можете создать свою собственную интеграцию с нуля. Игорь, есть что добавить? Я могу добавить, что сама интеграция реализуется как так называемый REST обмен. Обычно есть описание REST API от разработчика CRM. Сейчас все онлайн CRM имеют раздел. Там REST – интеграция с IP-телефонией. И обратную часть реализуют 30X. Но вот этот REST API, он там дорабатывается, доделывается. И для системного администратора или разработчика есть, опять же, Windows-приложение. Называется «Генератор шаблонов подключения CRM». В этом генераторе шаблонов – это, опять же, Windows-приложение. Нужно просто вписать вызовы REST, которые предоставляет разработчик CRM, просто вписать в соответствующие поля. Ну, там нужно немножко разобраться. И дальше этот генератор генерирует XML-файл, который вы загружаете на сервер 30X. Он авторизуется на веб-портале вашей CRM и передает туда информацию о звонке входящем. Там номер телефона, начало разговора, конец разговора и другую информацию, которую можно посмотреть в документации. Когда к вам поступает звонок в 30X, система запрашивает информацию о клиенте из вашей CRM подключенной. Сам сервер 30X запрашивает. И показывает эту информацию в веб-клиенте 30X, то есть в интерфейсе пользователя. Это веб-приложение такое. Укороченную информацию. Имя, фамилию, номер телефона, название компании. Дальше там есть кнопочка «Открыть полную информацию». Тут, конечно, бы показать, но это в описании интеграции все есть скриншоты. Дальше там в этой мини-карточке есть кнопка, на которую оператор нажимает, и открывается полная карточка в Bitrix24, AMO CRM или в другой системе, которая у вас подключена. Вот так вот это работает. То есть на стороне пользователя никакой установки, инсталляции, никакого софта делать не нужно. Вся интеграция делается только на стороне сервера 30X и сервера вашего портала CRM. Спасибо. По поводу отчетности. Так, есть вопрос. Может, Игорь, прокомментируете? Да, тут, смотрите, там много вопросов, к сожалению, по, скажем так, качеству работы или правильности работы. Есть у 30X форум, я сейчас даже ссылочку кину, форум разработчиков этого интеграции CRM. То есть это отдельный форум для разработчиков. Там есть такой товарищ, его зовут Эрнесто. Это специалист, который занимается разработкой как вот этого Voice Application Designer, приложения, о котором мы говорили раньше, так и шаблонов CRM-интеграции. То есть он изучает документацию поставщиков CRM, делает эти шаблоны и устанавливает различные свойства этих шаблонов. Так вот, с ним можно по этому поводу поговорить, просто написать ваш запрос, нужно сделать это, конечно, на английском языке, и он отвечает напрямую, потому что, честно говоря, я не настолько хорошо вот в этом REST взаимодействии разбираюсь. Вот я сейчас сбросил, то есть разобраться-то можно во всем, но вот просто не хватает на это времени. Я сбросил ссылку прямо на этот форум. Напишите, и вам ответят. Спасибо, Игорь. Ну, кстати, могу сказать, что этот вопрос уже не раз задавали, и были соответствующие ответы. Надо полистать. Ну, можете задать еще раз. Чем больше вы задаете вопросов на форуме, тем лучше, потому что запрос со своей стороны на дополнение в разработке, в интеграции Bittrex с 3CX я делала. Но вы те люди, которые работают с интеграциями с CRM и знаете технически лучше, что необходимо. Поэтому я всегда советую обязательно писать на форумах, на сайтах свои предложения конкретно, потому что таким образом 3CX-разработчики, они видят, что действительно необходимо. А не просто сделайте нам более лучшую интеграцию с Bittrex. Поэтому чем лучше, чем подробнее, тем эффективнее это в результате будет. Да, да. У 3CX вот работает, надо понимать по принципу, вот минимально работоспособного, так сказать, решения. То есть, если компания и менеджеры видят 3CX, что есть очень большой спрос на вот конкретно эту интеграцию, и там есть какие-то проблемы, и это постоянно вопрос, как говорится, варится, то там начинаются шевеления и начинаются доработки. Если видят, что это как-то не сильно востребовано, не очень интересно, то оно просто существует и никак особо не развивается. Поэтому обязательно пишите на форумах, не давайте им покоя. Да. Правильно, совместными усилиями. Хорошо. Поговорим про отчетность, аналитику. Это важная функция для колл-центра. То есть, здесь вы можете узнать, как долго агенты разговаривают по телефону, сколько входящих и сходящих звонков они делают, какова общая производительность, так далее, так далее. То есть, эти отчеты отвечают на эти и другие вопросы. На выбор предлагается более 30 отчетов, и в целом их можно разделить на два лагеря. Во-первых, у вас есть отчеты о качестве обслуживания, которые помогают администраторам очередей проверять отзывы звонящих клиентов, то есть отчеты о качестве. Что они включают? Отчетность обратного звонка, статистику на нарушение SLA, отчеты о времени ожидания. Кроме того, у нас есть отчеты о производительности, эффективности, которые можно использовать для наблюдения за агентами во время работы, выявления успешных или тех, кому необходимо улучшить качество и производительность. Отчеты о производительности включают в себя отчеты об активности операторов, отчеты о внутренних абонентах, время разговора и распределения вызовов. Отчеты могут быть извлечены как данные или как предварительно отформатированный график. Ну, сейчас мы рассмотрим несколько из них. То есть как PDF-формат или как файл с данными, разделенными запятыми? Да. Да, да. Сразу забегу вперед, скажу, что отчеты эти заранее предустановлены в 30x. Менять их нельзя. То есть они уже готовы. Их можно менять только входные данные, там даты, номера оператора в очереди. А вот саму структуру отчета, есть сторонние различные решения, там, в частности, Торескоп, я сразу отвечу на вопрос. Они позволяют напрямую считывать CDR, то есть записи о звонках 30x, там, где подробнейшая информация о каждом вызове с прохождением. И они строят свои отчеты, это как сторонний продукт. Но в самой 30x пока, на сегодняшний день, отчеты предустановлены. Но, в принципе, для 95% компаний они достаточны. Да. Окей. Ну, да. Сейчас рассмотрим несколько примеров отчетности. Здесь активность клиентов колл-центра. Мы видим отвеченные, не отвеченные вызовы для одного агента за январь. Да, за январь. Вы видите, это удобный инструмент, да, и администратор очередей может определить, когда агент был более активен, когда испытывал трудности. То есть он помогает фактически распределить правильно количество людей, ну, посадить правильное количество людей в колл-центре в определенные дни. Да, да, да. Когда он более загружен. Ну, конкретно это что, да, да. Да. Так, это среднее время ожидания. Здесь вы видите время, в течение которого вызывающие абоненты ожидают. Так, сейчас покажу. Это агент ответил. И оранжевый показывает, агент повесил трубку. Да, и опять же, очень быстро можно уловить любые всплески, провалы в данных и определить, где агенты могут быть перегружены. Ну, вот как быстро, да, как быстро, как долго агент ждал, как долго, прошу прощения, оператор ждал, вот этот синий график. когда, прошу прощения, операторы, как долго ваш пользователь ждал, пока ответил оператор, а второй график, как долго длился разговор. То есть это, в принципе, информация интересна больше, как говорится, девушкам, администраторам колл-центров. Они там на всякие тренинги ходят, обучаются всем этим метрикам, сколько это должно быть, для какого бизнеса. Да. Так, вопрос от Евгения. Есть ли название отчета, который показывает точное время нахождения абонента в очереди для звонков, которые не были приняты? Ну, там есть отчет, он называется «Упущенные звонки». Да, «Упущенные звонки» — это есть такой отдельный отчет, и там по каждому вот такому звонку упущенному есть ряд параметров. Это надо, зайдите в интерфейс и посмотрите «Упущенные звонки». Я, может быть, сейчас мы пока посмотрим другие отчеты, а я пока у себя открою и посмотрю этот... Я его выведу, попробую вывести на экран, покажу свой интерфейс. Да, чтобы... Да. Хорошо, да. Да, 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 вы продолжаете это, то есть... Да. Так, перед вами пример извлечения данных для агентов в одной очереди. Ну, он достаточно удобен для чтения, предоставляет всю информацию, необходимую для проверки работы команды. Здесь вы можете увидеть, например, общее время, в течение которого они были в системе, сколько звонков приняли, общее время звонка и разговора. Далее, в принципе, у меня по отчетам все, мы далее будем говорить об удаленной работе. Игорь, если вы хотите сейчас поделиться, чат... Да, 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 я тут сейчас вот пытаюсь, да, упущенные вызовы в очереди, да. Я сейчас тут просто, ну, тут так у меня... Давайте вы, да, вы продолжаете, я сейчас, просто я его пока тут... Просто вернемся потом, окей, к этому. Пока я его сделаю, тут все данные введу, да. Мы поговорим про удаленную работу, которая сейчас набирает обороты. Наверняка кто-то из вас сейчас работает из дома, то есть мы приспосабливаемся к новой жизни на карантине, и сейчас непонятно, вроде бы ходят слухи о второй волне, поэтому это очень актуально. Итак. Так, вот секундочку, я сейчас попробую этот отчет показать, да. Давайте, да. Если у меня это получится, я не так уж часто, что это у нас present, нет, не то, так, так, так. Мне надо свой экран как-то показать. Сейчас у меня что-то нет этой коопции, сейчас я посмотрю. Так, что здесь, что здесь, так, это не то, это не то. Так, сейчас я попробую. Наверху где present, да. А может быть, а, все-все-все, я понял. Так, все, я понял, все. Тут просто немного поменялось. Да. Да, 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 да. Так, сейчас, секундочку. Я уже вижу этот отчет, но проблема заключается в том, что... Так, секундочку. Я понял, у меня просто в одном окне браузера и конференция выведена, и этот, поэтому он не может ее показать. Вот. Сейчас, application window, вот. Я тут думаю, что сейчас видно. Да, видно. Вот, да, и вот тут есть упущенные звонки, и здесь есть, вот, type call reports, test, stop call reports. А тот ли я отчет вывел? Вот, по-моему, не тот. Сейчас, секунду. Отчеты добавить в журнал всех. По-моему, я не тот отчет выдал. Ой, опущенные вызовы в очереди сейчас. Так, упущенные вызовы в очереди, тест. Добавить очереди. Странно, вроде все правильно делал. Так, упущенные вызовы в очереди, запланировать отчет. Сейчас, отчет у меня генерируется. Вот он. Ага, все, я прошу прощения. Я открыл какой-то старый отчет. Теперь открываю правильный отчет. А, собственно, у меня он и был показан, показан application window. Тут, к сожалению, ничего нет, потому что это тестовая система. Вот, abandoned queue calls. Видно, да? И здесь ничего нет. Но тут вот видно, сколько оператор в среднем, сколько... По каждому вызову будет информация, сколько абонент, не оператор, абонент ждал в очереди. Его номер телефона, какой... Да, тут у какого агента этот был звонок, сколько было попыток вызвать агентов, сколько было попыток вызвать операторов. Агент это, в данном случае, операторов. Статус операторов в этой очереди. То есть речь идет об конкретной очереди. То есть мы можем этот упущенные звонки посмотреть по определенным очередям. Вот, например, эта очередь называется магазин. То есть мы можем выбрать конкретную очередь и по ней посмотреть эту статистику. Можно выбрать статистику и сделать этот отчет по всем очередям. Тогда здесь будет просто вкладочки для каждой отдельной очереди. Но это, к сожалению, не очень показательно, потому что здесь нету реальной вот... Это система тестовая. Да, да. Ну, принцип понятен, да, в целом. Ну, вы это все найдете. На живой системе это все будет. Отлично. Если у вас какие-то будут... Есть вопросы по точности этих отчетов, это тоже нужно писать на форуме или в техподдержку. Потому что раньше были моменты по... По вот качеству собираемой статистики. То есть большое количество событий разных во время вызова происходит. Он переключается и так далее. И не всегда бывали ранее, особенно в предыдущих версиях 30x, ситуации, когда эти отчеты не совсем точно показывали информацию. Но где-то последние года полтора все эти ошибки выправили. И сейчас статистика достаточно точная, никто не жалуется. Спасибо. По поводу удаленной работы. Агенты могут всегда работать удаленно. Это бесплатная функция. И работать удаленно они могут со дня установки их расширения. Это все, что им нужно. Это добавочный номер, пароль для входа в программный телефон. Они могут мгновенно получать доступ ко всем средствам связи, которые есть в офисе. Они будут управлять всем с помощью единого простого интерфейса, который может быть использоваться и дома. Мы рекомендуем использовать мобильные приложения 30x и поддерживаемую гарнитуру. Да, если администраторы беспокоятся о том, что операторы не так продуктивны дома, то списки лидеров можно легко обновлять и создавать отчеты в течение дня, чтобы дать операторам фидбэк, мотивацию. То есть у них будет доступ до всего. Оператор будет видеть фидбэк своего менеджера. Что-то по удаленной работе, Игорь, можете прокомментировать? Нет? Мне кажется, тут достаточно все понятно. Ну, сейчас в основной упор 30x делает на приложения для мобильных телефонов. Сейчас там появились очень хорошие мощные кодеки, как Opus, которые позволяют работать действительно в дороге. Вот мы вчера с Татьяной общались, я ехал в машине просто по дороге, там 60-70 км в час. Нормальная стабильная связь, то есть вообще без вопросов. И сейчас эти приложения позволяют чатиться, передавать файлы, видеть статус других абонентов, устанавливать правила переадресации вызовов, то есть если вы не можете принять вызов, звонок идет вашему коллеге, создавать конференции, создавать голосовые конференции, видеоконференции. Есть поддержка видео в мобильных приложениях и на iOS, и на Android. Те же самые функции реализованы в клиенте для Windows и в веб-клиенте, который работает в браузере. То есть веб-клиент вы можете использовать на любом компьютере. Это Chromebook, это Apple, это Linux. Главное, чтобы был браузер Chrome. Для Windows есть такой более быстрый, компактный Windows-клиент. Он, в принципе, реализует, повторяет функции веб-клиента. Когда вы качаете систему, к вам приходит письмо, ну и настраиваете пользователей, к ним приходит ссылка о загрузке всех этих клиентов и для Windows, и для мобильных платформ. Все эти клиенты настраиваются автоматически. То есть вашему пользователю приходит QR-код, который он сканирует камерой телефона и получает настройки, все свои настройки, то есть внутренний номер, пароль, имя пользователя. То есть клиент для Windows, клиент для iOS, клиент для Android настраиваются. Ну, клиент для Windows, там есть файл автонастройки, а вот эти мобильные клиенты QR-кодом. Далее. Удаленные разговоры шифруются, то есть они помещаются в специальную собственную технологию 30X, называется 30X-туннель. И по этому единому туннелю из удаленного офиса или с мобильного телефона идут на сервер. То есть это, можно сказать, что это такой мини-VPN-туннель. То есть все разговоры, весь SIP-трафик, и SIP-трафик, и голосовой трафик, RTP, то есть весь медиатрафик, он зашифрован и закрыт в этом туннеле. То есть, в принципе, какая-то базовая защита от прослушки обеспечивается. И гораздо удобнее настраивать такую систему. То есть администратору не нужно возиться со всеми там нюансами настройки протокола SIP, прохождение через там сетевые экраны, через фаерволы. Ну, кроме того, все отчеты, естественно, доступны как внутри, так и снаружи. И вообще сейчас 30X может разместить ваш сервер на собственном хостинге и, в общем-то, подключить всех пользователей со всего мира, независимо от того, где они находятся. Спасибо большое, Игорь. По поводу лицензирования, тут немножечко сравнение, чтобы вы понимали, в какой редакции какие функции. То есть вы понимаете, что необходима лицензия Pro Enterprise для более качественного колл-центра, для использования всех функций. Да, если... Я уже тоже вам сообщала на предыдущих вебинарах, но еще раз повторюсь, если ваши клиенты хотят протестировать 30X, вы можете сделать апгрейд до функции Pro Enterprise пробной лицензии. То есть вы сначала делаете пробную лицензию, она у вас идет в стандартном... стандартная 8 одновременных вызовов, и потом с помощью POC-функции вы можете ее проапгрейдить до Enterprise или Professional версии с необходимым количеством одновременных вызовов. То есть такая пробная лицензия у вас будет работать 60 дней, клиент сможет ее протестировать и понять, что ему необходимо и как использовать. Да, я хочу тут сказать, что, в общем-то, Pro отличается от стандарта главной функцией. Это наличие колл-центра, вот. И отличие возможностей интеграции с CRM-системами. Да, да. Вот эти вот вещи, как чат на сайте, мобильные приложения, интеграция с Facebook, они есть и стандартные версии. Вот. То есть очередей вызовов, по сути дела, в версии стандарт нет. Ну, как какая-то базовая телефония для небольших компаний может использоваться. Вот эта вот квалификация, которая в разделе, вот, для версии Enterprise, решит о чем, что вы можете разбить операторов на группы квалификации. Например, есть первая группа, там, самые квалифицированные операторы, вторая группа, менее квалифицированные. И вызов сначала входящий будет попадать на первую группу. Если там все заняты, тогда, как бы, второй уровень, вторая группа квалификации и так далее. Эту функцию частенько запрашивают, и 30X ее реализовала. Может быть, до пяти групп квалификации, если не ошибаюсь. Да. Да, в принципе, у нас есть тоже примеры успешных внедрений колл-центров от наших клиентов, от наших партнеров. Да, если необходима информация, то простой поиск 30X бренда в Google, и вы увидите их примеры, как они использовали колл-центр. Ну, давайте в заключении обобщим, почему клиенты должны выбрать 30X в качестве. Решение колл-центра. Первая цена. То есть мы вычислили, что на 80% мы дешевле аналогичных систем. Мы не включаем дополнительные платежи для удаленных сотрудников. Есть одна интуитивно понятная и удобная платформа для всех коммуникаций, и мы постоянно внедряем новые инновации, инновационные функции, такие как чат, и то, что упомянул уже Игорь, совместимость Facebook, Messenger, SMS. Да, ну это вот, да. Да, это ожидается. Да, ожидается. Я думаю, там в ближайшие дни будет в альфа-версии. Да, да, мы ждем последнюю альфа-версию, и там будет много-много интересных функций. Но эту всю информацию вы получите, и вы увидите в своем партнерском портале. Вот, да. Ну да, то есть получается 30X до 1024 одновременных вызовов сейчас система гарантирует, гарантируется стабильная работа, включая запись разговоров. Это, скажем так, реально очень большой колл-центр, очень серьезный. Да, функциональность, конечно, скажем прямо, уступает профессиональным колл-центрам, где там можно абсолютно все настраивать, там какая-то внутренняя CRM еще дополнительно идет. Но для того, чтобы быстро запустить достаточно мощный и надежный колл-центр, особенно на входящие звонки, или, скажем так, внутренний колл-центр внутри вашей компании, какую-то вот горячую линию, этого более чем достаточно. Причем он абсолютно интегрирован с другой телефонией. Это не так, что отдельно где-то берется колл-центр, а отдельно ставится АТС. Это просто единая система унифицированных коммуникаций, у которой также есть и достаточно неплохой колл-центр. Кстати, тут презентации нет. У 30X есть интеграция кнопки, кнопки нажатия на ответа на звонок. Сейчас я себя подключу. Вот речь идет, вот тут есть кнопочка. Вот, с гарнитурами Jabra, Sennheiser и Plantronics в настольном приложении 3CX. Но нужно тестировать, там, по-моему, например, для Sennheiser нужно их софт устанавливать для интеграции, и не все гарнитуры, допустим, Sennheiser работают, а только колл-центровые. То есть речь идет об ответе для оператора в ответе по кнопке на, кнопкой на звонок. Так, что касается еще по колл-центру, сейчас 3CX двигается в направлении именно многоканальных колл-центров. То есть речь не только, то есть телефония – это хорошо, но речь идет о подключении Фейсбука, может быть, и Вайбера. Сейчас с SMS идет работа с различными операторами. Будет тоже, скорее всего, какая-то система шаблонов, то есть сертификация SMS этих провайдеров в разных странах. Может быть, когда-нибудь доберутся и до других сетей, которые предоставляют различные бизнес-инструменты чата. Так что вот в этом направлении тоже сейчас идет большое. То есть фактически оператор, он в одном интерфейсе видит входящие сообщения из вот этих вот разных сетей и отвечает на них, и, соответственно, это сообщение тоже попадает пользователю. Причем, еще раз повторю, эти сообщения, их можно ставить в очередь, распределять между операторами. Они появляются также и на мобильных телефонах, то есть оператор может быть где-то отойти, и у него на мобильном телефоне появится сообщение, которое ему пришло через Facebook. Операторам не нужно как-то отдельно логиниться во все эти системы, устанавливать все эти порталы, все эти… подключаться там в 10 разных окошек. Они работают с единым интерфейсом. Вот. А, да, еще хотел сказать, что, например, в том же Facebook ожидается, что когда приходит запрос или из живого чата с сайта приходит запрос, то если этот клиент есть в базе CRM, то его также карточка будет показываться оператору. То есть не только от звонка эта карточка поднимается, но и от входящего сообщения. Но это вот мы ожидаем в седьмом обновлении. Вот так. Хорошо. Может быть, какие-то вопросы задавайте. Мы, в принципе, уже подошли к концу, но если возникают вопросы, вы еще можете их задать. Ну, в принципе, ожидается вот-вот. Не хочу говорить точную дату, потому что не знаю сама, но буквально на днях в течение октября точно будет. Ну, скажем так, я уже подготовил… Релиз, да. Релизы, информацию для блога. Вот теперь, собственно, дело за разработчиками. Когда… Ну, альфа-версия, вы же понимаете, что это только для тестов. Ее не стоит сразу ставить на рабочую систему, но посмотреть возможности, вполне возможности вы сможете. Вот. Возможно, потом еще какое-то там 2-3, может быть, до месяца пройдет. Ну, скорее, обычно 3 недели, пока она придет в стану статус релиза. Вот. Ну, традиционно 30x выпускает релиз, апдейт раз где-то в квартал. То есть, думаю, что в течение месяца релиз седьмого апдейта будет. Вот. Какие-то еще вопросы? Ну, релиз, я сказал. А альфа должна выйти, вот, может быть, уже на следующей неделе. А может, и на этой в конце недели. Пожалуйста, да. Да, да, да. Сейчас пока мы временно приостановили, но мы продолжим, продолжим, я думаю. Там маркетинговый отдел, у них там свои соображения по поводу, какой источник, так сказать, рекламной работы, какой не работает. Но опять же, это, возвращаясь к вопросам на форумах, наш маркетинговый отдел тоже на всех форумах принимает участие. Поэтому чем больше вы будете писать запросов, тем будет лучше. Ну, там вроде бы многие форумы видны. Там есть, знаете, для золотых партнеров там и выше. Там есть специальный закрытый форум, который вообще руководство читает каждый день. Я не помню, там партнер, по-моему, должен быть, по-моему, там платином или злой вольт. Это не то. Ну, я сейчас попробую, да. Но в любом случае, даже если вы не платином и не голд, вы все равно обычные пользователи тоже туда пишут. И клиенты туда пишут. Абсолютно все. Не, ну, я не знаю. Ну, вот я вот зашел в категорию. Я, по-моему, даже вообще, вот эта ссылочка, я вообще даже на форуме не залогинил, на этом международном. А, если вы говорите про русский форум, на котором, в частности, я отвечаю, да, там только одна категория. Вот. Там, ну, потому что я этого, этого достаточно. Вот. А если говорить про международные форумы, там много таких специфических моментов. Там же весь мир туда пишет. И поэтому там можно написать какой-то, ну, если с английским не очень, просто перевели там через какой-нибудь... Google, да. Google написали, и вам ответят, ничего страшного. Там можно специфический вопрос по приложению или по разработке задать. Ну, обычно разработчики, они более-менее с английским дружат. Вот. Поэтому про разработчики, я думаю, им проще на английском написать, чтобы их правильно поняли. Вот. А так пишите на международном форуме тоже. Там часто, ну, люди, там часто отвечают, понимаете, сами разработчики. То есть люди, которые реально вот в тестировании, в этот... Сам Ник Галле, руководитель SEO отвечает. Или там Стефан отвечает тоже руководитель. Да. Поэтому там можно получить информацию как бы из самых первых рук. Из самых первых рук, да. Моя электронная почта, если вдруг возникнут еще вопросы. Если сейчас вопросов нет, тогда, в принципе... Это Свою тоже написал. Да. Для партнеров уровня Affiliate нет техподдержки. Она платная. Но вы можете писать мне. То есть я перешлю сама напрямую с техническим ребятам и мы выясним ваш вопрос. Да-да. Мне кажется, что от русскоязычного вообще региона не так уж и много прям запросов. Да. Или пишите... Да, как Илья правильно. Спасибо, Илья. Спасибо, Илья, что прокомментировал. Пишите тоже в Appimatico. Суппорт. Сама столкнулась с Appimatico, когда необходима была поддержка. И ребята технически очень подкованные. И при сейлсе технические ребята. Так что спасибо вам за поддержку. Да, можете обращаться в Appimatico тоже смело. В Украине Unified Ukraine представитель Игорь Снежко. Да-да, мы тут как бы совмещаем. Да-да. Так что Игорь у нас и наш дистрибьютор, и наш коллега в 3CX. Поэтому можете писать Игорю. У нас тут есть партнеры, в общем-то, которые работают больше. У нас есть, скажем так, опытные уже интеграторы, с которыми я обычно им прошу по разным районам, по разным регионам помочь. Те, которые поближе к клиенту. Ну, в общем, да. Можете писать на АЭС, если какие-то вопросы больше технические. Но, честно, я вам рекомендую, смотрите, писать вот этот русскоязычный форум. Он чем хорош, тем, что я могу привлечь и других специалистов. У нас есть... У нас есть... Я выскочила из головы. Вот парень в техподдержке работает. Олег, да. Олег. Да, он там... Он тоже... Я могу, если чего-то не знаю, или какая-то странная проблема, вот как недавно была с шестым обновлением, там действительно были какие-то глюки, и выпустили обновление 6A. Там много было по нему вопросов. И понятно, что я вот просто не понимал, что происходит. И Олег там потом отвечал в том числе тоже. Да, я скинула его электронную почту тоже. Олег Ресник, он ведет у нас технические вебинары. Да, да. Он еще и технические вебинары ведет. Именно обучающие технические вебинары. Очень подробно рассматривают каждую... Каждую там... Ну, то есть он... Там, получается, три цикла вебинаров. Один идет базового уровня, потом среднего уровня. И уже раз продвинутого. Вот. То есть каждый пункт, он рассматривается на трех уровнях. Да. Завтра у нас будет заключительный вебинар по среднему уровню интермедиа подготовительной. Там тоже можно регистрироваться. На сайте 30x.ru там есть ближайшие вебинары. Они, так сказать, раз в квартал где-то, да, по-моему? Где-то раз в квартал мы проводим, да. Какие-то еще вопросы? Ну, вы можете также зайти на сайт 30x.ru академия обучения. И там, кстати, все эти же самые вебинары выложены в записи. Поэтому можно и там почитать. Я вот дополню, что последние вебинары не записывались, Олега, да. У нас есть в той же IP-матике записаны вебинары технические. К сожалению, пока… Слайды есть, слайды есть. Слайды есть, но вебинаров записанных нет, да. То есть мы планировали тоже, это зависит от маркетинга, они выложат на YouTube наши вебинары технические. То есть это… Я надеюсь, со временем будет. Опять же, у IP-матики на YouTube записаны тоже все технические вебинары всех трех уровней – Basic, Intermediate, Advanced. Так что там вы тоже их сможете найти. Так, если вопросов больше нет, или точнее, если вопросы возникают, пишите мне, Игорю, Олегу. Да, мы будем рады ответить. Пишите в IP-матику. Мы всегда готовы вас поддержать и помочь. Главное, чтобы были результаты. Спасибо вам большое за участие в вебинаре. Да, спасибо большое, Игорь, что сегодня был со мной. И, в принципе, на вебинары, что касается вебинаров, присылайте запросы, я буду приглашать тоже коллег, чтобы это было совмещением и коммерческого, и технического, чтобы могли уже точно вам ответить на все вопросы. Да, мы решили с Татьяной обязательно привлекать, ну, вернее, так сказать, было предложение, привлекать все-таки кого-то, особенно если семинар технический, ну, с какими-то техническими подробностями, привлекать кого-то, в частности меня, или, возможно, Олега, или, возможно, ребята из IP-матики. Ну, в общем, как получится. Да. В какой-то мере, да. Хорошо, буду Игоря приглашать. В зависимости от желания, да. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо, Игорь, спасибо всем. Спасибо. Всего вам хорошего, до свидания. Кстати, я хотел, секундочку, я хотел спросить, вот, по вашему мнению, как вообще качество связи, вот, как вообще удобство работы вот в системе, потому что веб-митинг – это система наша, бесплатная, но такая малораспространенная. Вот многие зумом пользуются, но вот я вижу, что было прекрасно слышно, прекрасно видно, вот, никаких вообще проблем. У меня вообще Bluetooth гарнитура, подключенная прямо к компьютеру, вот, качество связи отлично, никаких прерываний, картинка хорошая. Ну, у меня камера не очень, конечно, качество такое, бытовая, не... Вот, так, ага, запись вебинара, так, запись вебинара ведется. Запись вебинара я пришлю. Да, да, ну, все работает, так что, пожалуйста, можете, смотрите, эта система, веб-митинг, вы пользуетесь ей сами, предлагаете всем клиентам, она бесплатно идет вместе с 30x. Там до, в редакции Enterprise до 250 человек, в редакции Professional, по-моему, до 100 человек можно привлекать. Я не уверен, что можно 100 видеокартинок вывести, но в чате могут участвовать, то есть можно просто подключать нужных людей. Наверное, видеокартинок штук 8, по моему опыту, до 8 можно вывести в браузере. С вебинаром нет, но внутри организации есть проблемы. Ну, я не совсем тут понял. Да, ну, как бы там ни было, я... Речь идет о... Больше технической стороне вот этого решения, в митинг, который мы сейчас пользуемся. То есть вот я каждый раз, когда мы им пользуемся, я убеждаюсь, насколько оно хорошо, стабильно работает, бесплатно, неограничено по времени, в отличие от Zoom и Google. Пожалуйста. Это как дополнительное... Ну, дополнительное, что ли, бонус, который клиент просто бесплатно получает вместе с лицензией. Другие системы этого не дают, да еще такие удобные. Кстати, планируется у нас выпуск локальной версии вебинара, вот, прошу прощения, веб-митинга, то есть которая будет устанавливаться внутри организации. Но сейчас в связи с коронавирусом там... Вложили эти разработчики. Да, очень большая нагрузка на вот эту всю систему, и все разработчики заняты больше поддержкой вот пока существующей платформы, чем переносом ее, в том числе, на локальный вариант. Но к этому все идет. В ближайшее время, я думаю, будет. Все. Хорошо. Спасибо вам большое всем за участие. А, частично. Да, есть, да. Да-да-да-да. Нет возможности. Там, да, он глюковат. То есть там ведутся разработки, он как бы не очень был... Смотрите, вот эта платформа веб-митинга, она стала очень популярной вот в связи с последними событиями. До этого она была как приятный бонус, ей действительно мало кто пользовался, 30X даже ее не продает, а просто дает бесплатно. Вот в последнее время это просто... ну, огромный рост использования. И разработчики, конечно, к этому были не готовы, и сейчас активно пилят эти мобильные приложения. Да. Вот. Ну, тут же еще надо понимать, что какие бюджеты там у того же Zoom или Google, и бюджеты, в общем-то, и сколько людей привлечено. И по 30X, в общем-то, компания все-таки немножко поскромнее, но люди стараются изо всех сил и стараются максимально эти приложения быстро привести в такой более, что ли... Кроме того, смотрите, у других систем используются свои собственные протоколы. В частности, а, нет, у Google, наверное, нет, но у Zoom там используется свой кодек, закрытый. У 30X используется WebRTC. И, возможно, что, может быть, он еще пока не так хорошо работает на мобильных устройствах, как хотелось бы. В целом, то есть, в WebRTC сама эта технология на мобильных устройствах может быть не столь, ну, не столь, что ли, не столь вылизано, как, например, это сделано у Zoom. Вот. Ну, вполне возможно. Почему в Zoom неплохо? Ну, тут, бра... Тут я, честно говоря, небольшой эксперт, не могу сказать. Но, действительно, мобильные приложения немножко пока не дотягивают, да. Но обещают релизы. Я слышал и у разработчиков, что обещают новые релизы с кучей разных возможностей, поэтому... Ну, и, понимаете, еще вот до последнего времени сами мобильные телефоны у большинства людей, они были слабоваты. То есть, ну, за какие-то небольшие деньги что-то мощное купить было довольно сложно. Это сейчас там Xiaomi какие-нибудь там выпускает, там Red, там... Redmi, там, Pro, там, которые разрывают, там... То есть, на них очень мощные, там, за 200 долларов. До этого это только на айфонах работало и требовало достаточно серьезной платформы и дорогое самоустройство. И, соответственно, вот эти все мобильные приложения, да еще с поддержкой видео, они работали так себе. Опять же, скорость сети не позволяла. Вот 4G, например, в той же Украине ввели там только год назад, поэтому... Спасибо еще раз, Игорь, да. Мы будем бесконечно разговаривать с вами. Ну, мы будем повторять вебинары, и я вам буду присылать информацию о них, и как мы договорились, я буду приглашать тоже своих коллег, чтобы это было совмещение и коммерческого, и технического... технической информации. Спасибо вам большое. Спасибо. Увидимся обязательно на ближайших встречах. До свидания. До свидания. Пока.